Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и это наш дайджест новостей. Обсуждаем самые главные темы, которые влияют на наш с вами кошелек. Давайте начнем с новых инструментов, которые начинают появляться. Вот тут у нас некоторые банки начинают потихонечку предлагать вклады в дирхамах. Помните, недавно мы обсуждали, что Сбер начал наличные дирхамы предлагать, а вот, например, МТС Банк пошел еще дальше и предлагает открыть в дирхамах уже вклад. Но, правда, чтобы получить максимальную ставку, а это на минуточку 1%, нужно положить на 12 месяцев полмиллиона дирхам, и это на минуточку почти 10 миллионов рублей. Поэтому, ой, страна недешевая, и мы видим, что и вклады тоже нужно открывать достаточно объемные. Но, в целом, действительно, дирхам – это не самая плохая альтернатива недружественному доллару. Почему? Потому что дирхам уже десятилетиями привязан к доллару американскому, и, соответственно, можно заработать на росте курса доллара, не покупая сам по себе доллар. Но при этом обратите внимание, что можно купить где-то в тестовом режиме наличный дирхам, можно открыть вклад, но на муссбирже дирхам не торгуется, поэтому тут не ждите рыночного курса. Распреды в любом случае будут довольно большими. В 2023 год многие инвесторы начали с вопроса, какие инструменты стоит использовать, чтобы восстановиться после кризиса и диверсифицировать активы. Один из способов получить неплохой доход, а заодно и помочь российскому малому бизнесу, а ему поддержка нужна – это, друзья, краудлендинг. Система очень похожа на рынок облигаций, но роль брокера и биржи здесь выполняют технологические посредники. Например, JetLand – один из крупнейших краудлендинг-операторов в реестре Центрального банка России, аккредитованный. На JetLand малые и средние предприниматели берут кредиты у частных инвесторов, а затем возвращают деньги с процентами. В этом случае бизнесу не нужно ждать одобрения кредита и готовить деньги на обслуживание долга. Закупить оборудование или покрыть кассовые разрывы получается у бизнеса быстрее. Инвесторы, в свою очередь, получают высокий доход. Вот за последний год мне выплатили более 18,5% годовых. По заявлениям компании, прибыль может достигать 19-20%. При этом процент невыплаченных займов и банкротств на площадке совсем небольшой – меньше чем 1,6% за все время работы JetLand. Это немного. Краудлендинг доступен и новичкам, которым доступен режим автоинвестирования. Благодаря ему можно гибко настроить уровень риска, сроки инвестиций и диверсификацию портфеля. Потенциальная доходность при этом будет выше, чем по депозиту или по облигации. Друзья, вы можете оценить этот инвестиционный инструмент лично. По ссылке в описании к этому видео можно получить 5% к общей доходности от первой суммы пополнения портфеля сроком на 3 месяца. С этим бонусом вы можете претендовать на доходность до 24% годовых. Ну а теперь давайте поговорим про доллар стандартный, привычный. Мы с вами наблюдаем, как российский рубль теряет позиции и доллар укрепляется. Это происходит уже несколько дней подряд. И сегодня доллар пробил отметку в 73 рубля. Ну, в общем-то, динамика неудивительна, потому что мы знаем тренд последних месяцев. Россия ограничивает экспорт нефти и газа. Доходы российских компаний бюджета падают. И рубль, соответственно, следом тоже валится. Но я хочу сказать, что с валютой сейчас совершенно точно нужно быть аккуратнее, потому что негатив, в общем-то, может довольно быстро сойти на нет. Особенно после такого довольно продолжительного роста в несколько дней. Мы с вами должны понимать, что Россия близка к тому, чтобы полноценно перестроить поставки энергоресурсов через Восток. И исключения из эмбарго, потолка цен, в общем-то, вполне позволяют это реализовать. Обсуждали это на днях. И я напомню, что, допустим, нефтепродукты из российской нефти, которые произведены вне России, можно продавать где угодно. То есть оставляют некоторые лазейки в санкциях, которыми Россия, очевидно, будет пользоваться. Поэтому, на мой взгляд, спекулировать на росте курса доллара не стоит. Закупаться баксами на всю котлету совершенно точно не стоит в ожидании обвала, потому что обвала, скорее всего, не будет. Ну и если рубль начнет слабеть слишком резко и ощутимо, то помним, что у нас есть бюджетное правило, которое, в общем-то, позволяет искусственным образом на курс рубля влиять в ту сторону, в которую это нужно сделать. Я не думаю, что доллару позволят укрепляться слишком быстро. Скорее всего, курсы будут держать в каком-то управляемом диапазоне. И при этом, конечно, рисков много. Мы с вами помним также и о том, что Евросоюз готовит десятый пакет санкций, который, в общем-то, может негативно влиять на рубль и на российский рынок. Но, тем не менее, на мой взгляд, в долгосроке самая адекватная стратегия остается прежней. Валюта в портфеле – это хорошо, но покупать ее нужно постоянно, всегда, равными долями. И тогда колебания валютных курсов для вас вообще не страшны. Диверсификация – наше все для того, чтобы добиваться своих долгосрочных финансовых целей. Кстати, друзья, про цели. У нас вчера проходил бесплатный открытый урок на платформе ИВПлюс, который был посвящен философии FIRE, то есть философии раннего выхода на пенсию. Ну или как у нас это принято называть – на пенсию в 35. Очень насыщенный получился эфир, зрителям понравилось. Вел его Ваня Шибанов, и он очень прям вот наглядно все разложил, да, как двигаться к целям раннего выхода на пенсию, сколько нужно копить, сколько тратить. Разобрали очень много лайфхаков по достижению целей, по наведению порядка в финансах. В общем, не буду пересказывать, просто рекомендую посмотреть запись, она доступна, она бесплатна, поэтому давайте оставлю в описании к этому видео ссылочку. Переходите, смотрите и набирайтесь лайфхаков о том, как получить возможность жить на пассивный доход. Причем, вы же понимаете, что многие люди, которые, допустим, выходят на пассивный доход, они не прекращают работать, они продолжают это делать, но они просто имеют возможность выбирать эту работу, которая им нравится. Именно поэтому философия FIRE мне очень близка. Ну и вообще, кстати, это видео выложено на YouTube-канале Ив Плюс. Не многие знают, но у нас есть вот такой второй YouTube-канал, куда переехала довольно большая часть наших образовательных роликов, поэтому подписывайтесь, смотрите видео про FIRE с Ваней, ну и другие ролики тоже обязательно посмотрите. А еще, друзья, у нас для вас небольшой подарок к 14 февраля. По ссылке вы найдете промокод на подписку Ив Плюс за 15% на месячный тариф и целых 35% на любой годовой тариф. На пенсию в 35% и скидка тоже 35%. Но, друзья, это еще не все, потому что двигаться к пассивному доходу лучше с надежным партнером по жизни. И вы знаете, что мы в InvestFuture стараемся рассматривать жизнь человека в комплексе, поэтому мы к 14 февраля делаем такой вот праздничный эфир, на котором мы будем обсуждать любовь на расстоянии. Эта тема очень актуальна для многих. Я вижу там по своим друзьям, знакомым, как тяжело людям дается разлука, а разлучены в этом году оказались многие. Тут и командировки, и релокация, и в конце концов мобилизация. И мы вот поэтому делаем 12 февраля в преддверии праздника классный эфир с экспертом по отношениям, где мы будем обсуждать, как правильно отношения на расстоянии строить, чтобы не разругаться и чтобы не потерять теплые чувства и страсть. Я буду вести эфир сама, так что приходите, будем в этой теме разбираться. Ссылочка тоже в описании к этому видео есть. Ну ладно, ребята, давайте вернемся к нашим баранам, поговорим про российский неликвид. Который снова стреляет, но кажется, что всем это уже даже немножко поднадоело за последние дни. У нас тут акции Банка Санкт-Петербург. Сегодня прибавляли 8% без каких-либо, опять же, значимых новостей. Ну вот там аналитики предполагают, что это может быть связано с программой байбеков. Там срок программы с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года. Но, честно говоря, мне кажется, что это очень такая натянутая причина. У нас тут Центробанк уже выступил, прошу прощения, с заявлением по поводу безумного роста разнообразного неликвида. Посетовал на отсутствие маркетмейкеров. И вот отмечается, что это существенно повышает риски волатильности в таких акциях. Ну а небольшой рост, как говорит ЦБ, провоцирует других инвесторов успеть прокатиться на тренде. Мосбиржа вроде бы обещала что-то сделать, чтобы как-то подостудить пыл памперов. Но в целом пока как-то получается не очень, потому что мы с вами на этой неделе уже видели, как взлетали акции Биллона, Красного Октября, Мостатреста и других. Ну регулятор говорит, что уже исследует все инциденты на предмет манипулирования рынком. Но, как вы можете помнить из нашего интервью с Валерием Ляхом, которая выходила здесь на ютубе, и ЦБ, как правило, разбирается в течение года, а то и больше в том, что происходит на рынке, и выходит уже постфактум, когда все забывают о том, что, собственно, произошло. Но, тем не менее, будем наблюдать, и я вам рекомендую сохранять осторожность, и считаю, что сейчас все-таки лучше не пытаться найти какие-то бумаги, которые дают иксы, а подбирать хорошие дивидендные акции по адекватным ценам для своего долгосрочного портфеля. Проблема просто в том, что там те же российские дивидендные акции мне сейчас покупать очень некомфортно вот из-за этих новостей по поводу Windfall Tax, да, там вот эти вот добровольные взносы, которые бизнес могут обязать делать, потому что, ну, мы на самом деле не понимаем, к какой из голубых фишек придут завтра с предложением пожертвовать немного денег. И для нас, как для инвесторов, вот эта неопределенность очень и очень некомфортна. Поэтому я сейчас все-таки присматриваю себе в портфель американские акции дивидендные. У нас вышло про это очень подробное видео, топ-10 дивидендных акций на 2023 год, и его тоже посмотрите на нашем основном YouTube-канале, ссылочку тоже в описании повесим, там прям 10 идей очень консервативных, стикерами рекомендую. Ну, а вот про российские акции, собственно, у нас тут Сбер сегодня немножечко отрастал на процент, правда, немного, но это тот самый процент, который акции Сбера потеряли вчера на новостях как раз о добровольных взносах крупного бизнеса в бюджет. Ну, собственно, что произошло, почему Сбер начал расти? Банк отчитался о результатах по РСБУ за январь 2023 года, и мы видим, что растут чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы, чистая прибыль подросла почти на 10% год к году в январе. Ну, то есть в целом неплохо, но хочется отметить, что, конечно, оценить реальное положение дел по РСБУ немножко сложновато, и нужна все-таки консолидированная, аудированная отчетность по МСФО, по международным стандартам отчетности, потому что мы, конечно, привыкли, знаете, как такие немножко голодные собаки, да, радоваться косточкам из РСБУ, но хорошая новость в том, что Сбер порадовал нас тем, что обещает раскрыть отчетность по МСФО за 2022 год, 9 марта. Ну, а вообще Сбера хвастается, что с запасом выполняет все нормативы по достаточности капитала. Ну, в общем, будем ждать отчета в марте. Что еще? Намного более сильный эффект на рынок оказали, на самом деле, заявления Минфина о том, что ведомство ждет от Сбера дивиденды за 2022 год как минимум 50% от прибыли. Это, на самом деле, небольшая доходность, от текущих цен там будет максимум 4%, но тут, конечно, интересно, а прибыль будет вычитаться до добровольного взноса или все-таки после? Ну, если серьезно, то это, правда, небольшая дивдоходность, и вполне вероятно, что когда рынок эту информацию окончательно переварит, как бы отключит эмоции, акции могут немножко припасть. Но, так или иначе, конечно, дива от Сбера – это крупное и важное событие на российском рынке, потому что банк не выплачивал дивиденды за 2021, потому что ЦБ порекомендовал до конца 2022 года этого не делать. Все-таки дивиденды от банков возвращаются, отчетность тоже постепенно возвращается, и, возможно, сектор немножечко в этом смысле стабилизируется, именно с точки зрения интересности для инвесторов, но пока подождем. Еще одна новость интересная, связанная со Сбером. Тут мошенники заставили россиянина офис Сбера на минуточку поджечь. Раз уж мы с вами заговорили про Сбер, расскажу вам эту интересную историю. В общем, житель Подмосковья попался в такую схему. Ему позвонил мошенник и представился сотрудником службы безопасности Сбера. Ну, это абсолютно классическая история, мне такие звонки приходят по несколько раз в день. И, значит, этот мошенник заставил россиянина взять кредит на 1,3 миллиона рублей, чтобы выявить, кто в Сбере занимается грязными делами. И, в общем-то, дальше история начала предпринимать абсолютно неожиданный оборот, потому что вот этот негодяй сказал доверчивому человеку, что чтобы выявить мошенников в настоящем Сбере, нужно офис банка поджечь. Мне очень сложно установить здесь логику в этой истории, но, видимо, она какая-то была, если человек последовал этим рекомендациям. И, значит, аферист сообщил жертве рецепт коктейля Молотова, как бы, да, запрещенного. И человек сделал все по инструкции и поджег офис Сбера. Ну, слава богу, посетителей там уже не было. Какая-то абсолютно невероятная, на мой взгляд, история. Не знаю, если вы, может быть, сталкивались с какими-то подобными схемами, вы расскажите. Но вообще, конечно, статистика грустная, потому что россияне мошенникам продолжают доверять. И вот в 22-м году ЦБ обнаружил почти 5000 субъектов с признаками нелегальной деятельности. И это на 85% больше, чем годом ранее. Ну, вообще, я тут подумала, мы не можем исключать, что вот этот человек, который поджег Сбера, просто это придумал, чтобы не платить по кредиту. Тоже не можем такую схему исключать. Но давайте продолжим рассказывать странные истории про мошенников. Ну, либо не мошенников, но там людей, которых такими считали. В начале 22-го года некий человек через P2P-сервис Garantex осуществил продажу рублевого кода на сумму 900 тысяч рублей. Это мы уже к криптомошенникам переходим. Ну, чтобы было понятнее, рублевый код на бирже Garantex – это внутренняя валюта биржи, и пользователи его перепродают друг другу, чтобы обмениваться средствами. И после зачисления денег на карту вот этого человека, его арестовали по уголовному делу о мошенничестве, которое было заведено на основании обращения пострадавшей женщины. Потом выяснилось, что трейдер стал невольным участником классической схемы «треугольник». И происходило это так. Мошенник открыл нормальную сделку по покупке рублевых кодов и взял у трейдера реквизиты для оплаты. В дальнейшем он по телефону предложил жертве под предлогом инвестиций внести деньги на карту и предоставил реквизиты криптотрейдера. Значит, жертва оплатила сделку на карту продавца, и после этого криптотрейдер код мошеннику отправил. И в итоге, вот, собственно, последний остался с оплаченным жертвой кодом, а жертва без денег. Так как криптотрейдер являлся прямым получателем денег, кто у правоохранителей, возникли вопросы именно к нему, но по факту он был здесь жертвой. Он обратился в районный отдел МВД, чтобы обжаловать арест своего счета, но не добился успеха. Человека признали виновным в мошенничестве в крупном размере и пособничестве, и приговорили к двум годам, но, правда, условно. Так что с криптой, конечно, тоже нужно быть очень осторожными. Ну, кто-то получает условное наказание за крипту, а кто-то просто закрывает криптобизнес. У нас легендарная биржа LocalBitcoins закрывается. Это P2P-платформа, и она не выдержала криптозиму и закрылась со словами, цитата. Несмотря на наши усилия по преодолению проблем во время очень холодной криптозимы, мы, с сожалению, пришли к выводу, что LocalBitcoins больше не может предоставлять свои услуги по торговле биткоинами. Пользователи могут вывести криптоактивы с LocalBitcoins в течение 12 месяцев, но компания предупреждает, что лучше бы сделать это побыстрее. В общем, мы видим, что этот тренд сохраняется. Крипта в дауне. Крипта сейчас не супер популярна. Спасибо высокие ставки ФРС и других центробанков. И на этом фоне слабые криптопроекты продолжают в лучшем случае закрываться, в худшем случае лопаться. И надо понимать, что до тех пор, пока крипта не вернется в устойчивый растущий тренд, скорее всего, это продолжится. Поэтому осторожность нужно сохранять. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Надеюсь, что выпуск новостей был интересен. Если это так, то не забывайте ставить лайки под выпуском. Это важно, потому что я тогда вижу, что вам контент заходит. Пишите в комментариях, что вы думаете о сегодняшних новостях. Ну и подписывайтесь на InvestFuture, если вы еще не подписаны. Если у вас стоит колокольчик, но не приходит уведомление, снимите колокольчик и поставьте его обратно, потому что алгоритмы Ютуба периодически шалят. Спасибо. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Смотрите вебинары, про которые я сегодня говорила, про движение FIRE, про любовь на расстоянии. Все ссылочки в описании к этому видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok